Кэрол пригласили на вечеринку в заброшенный дом на Хэллоуин. Ее друзья спросили, готова ли она пройти испытание, и девушка согласилась. Вскоре ее заперли в комнате. В этой комнате была одна дверь и три выключателя рядом с ней. За дверью находился пустой шкаф, в котором не было ничего, кроме лампочки. Задачей Кэрол было выяснить, какой выключатель управляет лампочкой в шкафу. Она могла переключать выключатели как угодно, но только до того, как откроют дверь. Через некоторое время ей удалось справиться с задачей. Как Кэрол это сделала? Хорошо, давайте повторим ее действия шаг за шагом. Она переключила выключатель номер один и подождала несколько минут. Затем она вернула его в положение выключено и сразу же переключила выключатель номер два. Затем она открыла дверь и проверила свет. Он был выключен, и она поняла, что свет не управляется выключателем номер два. Кэрол потрогала лампочку, чтобы проверить, горячая она или холодная. Если бы лампочка была холодной, это означало бы, что ей управляет выключатель номер три. Но лампочка была горячей, значит, ей управлял выключатель номер один. Так держать, Кэрол! Чтобы вернуться на вечеринку, Кэрол должна была решить еще одну головоломку. Перед ней стояли двое песочных часов. Одни песочные часы отмеряли 7 минут, а другие 4 минуты. Ей нужно было засечь 9 минут с помощью обоих песочных часов. Как она могла это сделать? Сначала она одновременно перевернула песочные часы. К тому времени, когда 4-минутные часы закончили свою работу, в других оставалось еще 3 минуты. Кэрол снова перевернула 4-минутные часы. К тому времени, когда 7-минутные песочные часы опустили, в других песочных часах оставалась одна минута. А когда четырехминутные песочные часы снова опустили, в нижней половине семиминутных песочных часов оставалась одна минута. Кэрол опять их перевернула, так что в верхней части песочных часов оказался песок на одну минуту. И когда семиминутные часы снова опустили, прошло девять минут. Фу, это было непросто. Кто-то украл редкий бриллиант из дома миссис Фрейзер. Миссис Фрейзер заявила, что утром вошла в свою спальню и обнаружила, что стеклянный ящик в ее гардеробной разбит, а бриллиант исчез. Она вызвала детектива, который вскоре прибыл в особняк и задал несколько вопросов. Он выявил трех подозреваемых. У садовника миссис Фрейзер Стива был ключ от дома. Ее двоюродная сестра София гостила в особняке в течение недели, а горничная Аделина убирала дом каждый день. Стив сказал, что на той неделе был в отпуске, поэтому его не было в особняке, когда это случилось. София сказала, что даже не знала, что у ее кузины в доме спрятан бриллиант. А Аделина сказала, что когда она убиралась в доме накануне вечером, все выглядело нормально. Кто украл драгоценность? Это была горничная. Похоже, сразу после того, как она разбила стекло и украла бриллиант, она подмела осколки стекла, оставшиеся на полу. Холодным зимним днем Джейсон пришел в себя после медицинской процедуры. Он лежал в постели, когда к нему в палату вошел врач и сказал, что снаружи находятся три женщины, и каждая утверждает, что она его жена. Все три женщины хотели увидеть Джейсона, но это разрешено только его жене. Посмотрите на женщин. Как вы думаете, кто из них говорит правду? Женщина в белой рубашке единственная, у кого есть обручальное кольцо. Она жена Джейсона. Ленивым воскресным утром Джон завтракал на кухне. Вдруг он услышал звон разбитого стекла. Он вошел в и увидел, что кто-то только что разбил одно из его окон. Он разозлился и решил выйти на улицу, чтобы найти преступника. На улице было всего три человека, и он поговорил с каждым из них. Первым был один из сыновей его соседа. Он возвращался с тренировки по футболу и держал в руках мяч. Он сказал, что в момент происшествия шел домой. Вторым был Стивен, сосед и давний приятель Джона. Он нес ящик с инструментами. Мужчина сказал, что зайдет к Джону, чтобы починить окно. Последним был Хулио, почтальон. Он ехал на велосипеде и кидал газеты на лужайке перед домом. Он сказал, что прошло уже пару часов с тех пор, как он проехал мимо дома Джона. Вскоре Джон понял, кто разбил окно. Как он догадался? Это был почтальон. Посмотрите на лужайку. Газета лежит на траве под окном. Он бросил газету в сторону почтового ящика, но промахнулся, и она попала в окно Джона. Упс. Ночью была гроза. Кейт и ее парень допоздна смотрели мыльную оперу. Ее прервали прогнозом погоды. Синоптик сказала, что дождь будет идти еще два дня, но через 72 часа станет светло и солнечно. Кейт повернулась к своему парню и сказала, что синоптик ошибается. И девушка была права. Почему? Потому что через 72 часа снова наступит ночь. А значит, не может быть светло и солнечно. Амелия мечтала прыгнуть с парашютом, но боялась высоты. Однажды подруга взяла ее с собой, чтобы помочь исполнить мечту. Амелия выпрыгнула из самолета без парашюта и не пострадала. Как такое возможно? Самолет не летел, он стоял на земле. Дэйв, археолог, отправился в Египет с особой миссией. Он провел несколько дней, раскапывая руины, скрытые под песком. Наконец он нашел монету, помеченную десятым годом до нашей эры. Когда он показал ее своим коллегам, те сказали, что монета фальшивая. Почему? Ну, потому что обозначение до нашей эры появилось только после нашей эры. Вскоре после того, как начался дождь, миссис Мур позвонила в полицию. Она сказала, что кто-то столкнулся с ее машиной и уехал. Когда приехала полиция, рядом с местом происшествия находился только мужчина, чинивший колесо. Миссис Мур сказала, что именно его машина столкнулась с ее автомобилем. Однако джентльмен ответил, что это не может быть правдой, потому что все это время он был занят ремонтом своей машины. Можете сказать, кто лжет? Это парень, который чинит машину. Дождь начался недавно. Если бы он чинил свою машину все это время, земля под ней была бы сухой. Но посмотрите, она мокрая. Это значит, что он только что приехал. Наверняка он виновен в происшествии. Четыре подруги собрались после обеда, чтобы выпить по чашечке кофе. Кто-то спросил их, кто из них старше, и они ответили загадкой. Мия в три раза старше Анны. Но три года назад Анна была на год младше, чем Клаудия сейчас, а Оливия в два раза старше Анны. Итак, можете расположить подруг в порядке возраста. Правильный порядок. Мия, Оливия, Анна и Клаудия. Вот быстрый вопрос. Что принадлежит вам, но другие пользуются этим чаще? Ваше имя. Двое часовых охраняли главные ворота шикарного дворца. Они стояли, глядя в разные стороны. Один на запад, другой на восток. В какой-то момент один из часовых спросил другого. Чему ты улыбаешься? Откуда он мог знать, что его коллега улыбается? Несмотря на то, что они смотрели в разные стороны, они не стояли спина к спине. Они стояли лицом друг к другу? Кевин поехал в командировку и остановился в гостинице. После целого дня встреч он вернулся в свой номер, чтобы отдохнуть. Он лег в постель, но не смог заснуть. Поворочившись в постели несколько часов, он позвонил кому-то, не сказал ни слова и, наконец, заснул. Кому позвонил Кевин и как он смог, наконец, заснуть? Он позвонил в соседнюю комнату, так как его сосед очень громко храпел. Звонок разбудил соседа, храп прекратился и Кевину удалось задремать. Вы только что вернулись из длительного отпуска. Там вы купили чемодан, чтобы разместить все покупки. Но вы не помните код. К счастью, вы оставили себе подсказку в мобильном телефоне, которая поможет вам расшифровать код и открыть чемодан. 682. Одна цифра правильная и на своем месте. 614. Одна цифра правильная, но находится в неправильном месте. 206. Две цифры правильные, но обе находятся в неправильных местах. 768. Все цифры неправильные. 380. Одна цифра правильная, но находится в неправильном месте. Каков трехзначный код? 0, 4, 2. Привет! Как насчет хитрых загадок, которые заставят ваш мозг поработать? Готовы? Насколько быстро вы сможете дать ответ? У Грейс семеро сыновей, и у каждого из них есть сестра. Сколько всего детей у Грейс? Ответ 8. У всех братьев одна общая сестра. Итак, семеро сыновей плюс одна сестра. Всего 8 детей. В эти выходные вся семья Стивена была в отъезде. Мужчину нашли без сознания возле его особняка. У следователей было три главных подозреваемых. Все они находились в доме, когда это произошло. Первой была Майя, но она заявила о своей невиновности. «Утром я убиралась в доме, а после обеда вздремнула», — сказала она следователям. Джон Дворецкий сказал. «Мне сказали проверить запасы продуктов после обеда». Последним допрашивали Джеймса, водителя. Он утверждал, что в тот момент был далеко от дома. «Я отвозил детей босса на вечеринку». Как думаете, кто из этих людей виновен? Это Джеймс. Все члены семьи Стивена были в отъезде в те выходные, так что его алиби не может быть правдой. Посмотрите на эти изображения и попытайтесь понять, что здесь не так. Да, на последней фотографии женщина пытается есть суп вилкой. Как будто это сработает. В ленивый воскресный день семь подруг решили пойти в торговый центр. Бажена, Виолетта и Роберто взяли по чашке кофе. А Эмма, Лидия и Сюзанна решили выпить газировки. Используя эту логику, вы можете выяснить, что выбрала Джозефина. Кофе или газировку? Жозефина пьет кофе. Секрет кроется в именах девушек. В именах Бажены, Виолетты, Роберто и Жозефины есть гласные О и Е, как и в слове кофе. Было четыре груши в корзине и четыре человека в комнате. Каждый взял по одной груши. В конце концов, в корзине осталась одна груша. Как это возможно? Последний человек взял грушу вместе с корзиной. У Мэри приближался день рождения, и она решила побаловать себя расслабляющим днем в спа-салоне. Во время массажа Мэри задремала. Когда она проснулась, оказалось, что деньги из ее кошелька пропали. У Мэри было трое подозреваемых. Кассир Эрика заявила. «Я обедала в задней части магазина». Кэтрин, массажистка, сказала. «Я пошла в заднюю часть магазина за дополнительным маслом». Последней была Моника, еще одна клиентка. Она сказала, что ничего не видела и просто ждала своей очереди. Можете ли вы сказать, кто из них виновник? Воровка Кэтрин. Она дождалась, пока Мэри уснет, а затем забрала ее вещи. Посмотрите на деньги, спрятанные за маслами. Пришло время сделать стрижку и подровнять секущиеся кончики. Но в нашем сценарии в городе есть только два парикмахера, которые могут вас подстричь. Этот парень или эта девушка. Кого из них выбрать? Конечно же, девушку. Если в городе всего два парикмахера, значит, они стригут друг друга. И судя по стрижке, которую парень сделал девушке, он не совсем понимает, что делает. Если петух снесет яйцо на гребне крыши этого домика, в каком направлении оно покатится? Ха! Петухи не откладывают яйца, так что оно никуда не покатится. Владелец магазина дорогих средств по уходу за кожей вызвал полицию, потому что кто-то обокрал его заведение. Он не заметил преступника. Но, судя по записи камеры наблюдения, во время кражи в магазине находились три покупателя. Полицейские допросили каждого из них. Майкл сказал, что покупал кое-что для своих питомцев. Кайла искала мази и гель с алоэ вера. Последняя подозреваемая Рэйчел сказала, что была занята поиском лосьонов. Сможете определить, кто лжет? Это Майкл. В магазине средств по уходу за кожей не продают товары для животных. Питер богатый человек, и у него есть множество дорогих ювелирных изделий. Однажды, проснувшись, он заметил, что все они пропали. Он вызвал частного детектива, чтобы тот раскрыл это дело. Первый детектив допросил жену Питера, Карлу. В это время я принимала душ, нервно сказала она. Бьянки, домработница, которая работала на семью в течение многих лет, в тот момент в доме не было. Она сказала, «Я убиралась в гараже». Последней подозреваемой была Барбара, повар. «Я готовила обед для семьи», сказала она детективу. Можете сказать, кто украл драгоценности? Это была Барбара, конечно же. Она утверждает, что готовила обед, но преступление произошло ночью. Мужчина живет на 80-м этаже высотного здания. В дождливые дни он поднимается на лифте до самого верха, но в солнечные дни он поднимается на лифте только на 40-й этаж, а дальше идет по лестнице. Почему он так поступает? Ну, друзья мои, просто этот человек невысокий. Обычно он может дотянуться только до кнопки 40-го этажа. Но в дождливые дни ему удается нажать на кнопку 80-го этажа с помощью ручки зонтика. Гениально, да? В дождливый день Миранда решила поработать дома. В какой-то момент она вышла в туалет. Но когда она вернулась, то заметила, что ее мобильные телефоны и деньги были украдены прямо в ее собственном доме. Средь бела дня. В то время в доме было три человека. Сестра Миранды, Бет, утверждала, что это была не она. «В это время я еще спала, потому что вчера поздно легла». Другая ее сестра, Анна, сказала, что в тот момент прогуливалась в саду. «Я наблюдала за цветением ночной орхидеи». И, наконец, Джош, парень Миранды, сообщил. «Я только что вернулся домой на обед». Что вы думаете, кто из этих трех подозреваемых украл деньги и мобильный телефон Миранды? Анна, конечно же. Ночные орхидеи цветут только ночью. Так что, скорее всего, она пробралась в кабинет и прихватила вещи Миранды, пока та выходила. На ферме дядюшки Бена случился страшный ливень. И все свиньи, кроме пятнадцати, пропали. Их не смогли найти. Сколько свиней осталось в сарае? Если вы сказали пятнадцать, вы не ошиблись. В доме есть три важные комнаты. Первая – это библиотека, полная редких книг. Во второй комнате хранятся груды денег и золота. А в третьей комнате – коробки, полные дорогих украшений. Если начнется пожар, в какой комнате полиция попытается потушить огонь в первую очередь? Правильный ответ ни в какой. Полицейские не тушат огонь. Это работа пожарных. Вера случайно отправила письмо своему парню вместо лучшей подруги. Она не хотела, чтобы парень его прочитал. Поэтому она взяла его ноутбук, пока он спал, и попыталась удалить сообщение. На ноутбуке был установлен пароль. К счастью, там был стикер с подсказкой. Фазан – три, логово – пять, дзен – три, два, один. Арбуз – один. Каким был пароль? Каждая цифра обозначала букву, которую Вера должна была выбрать в соответствующем слове. Третья буква в слове фазан – зэ. Пятая буква в слове логово – вэ. Третья, вторая и первая буквы в слове дзен – это е, зэ и дэ. А первая буква в слове арбуз – а. Пароль – звезда. Вот и все на сегодня, друзья. Надеюсь, ваш мозг хорошо работает после всех этих хитрых загадок. Прием! Поделитесь в комментариях, сколько из этих загадок вы сможете разгадать. Саманта и Джек застряли на крошечном необитаемом острове. У них не было ни радио, ни телефонов, поэтому они не могли сообщить спасателям о своем бедственном положении. На острове не было деревьев, только песок и камни, поэтому нельзя было подать дымовой сигнал. Вдруг Саманта заметила самолет, который кружил в небе и их искал. К сожалению, он летел слишком высоко, и пилот не мог их увидеть. Тогда Саманте пришла в голову блестящая идея – вскоре самолет их подобрал. Что придумала девушка? Использовать камни, чтобы выложить сос на песке. Детективу Куперу нужно выяснить недостающую информацию в деле, которым он занимался в последнее время. Наконец, он добрался до кабинета, где спрятаны секретные документы. Чтобы открыть дверь, ему нужно выбрать правильную кнопку. Их три – желтая, зеленая и голубая. Какую из них должен нажать детектив? Детектив должен выбрать голубую кнопку. Она довольно изношена, так что ей, похоже, пользовались много раз. Кроме того, там есть записка с предупреждением. Зеленая кнопка предназначена для чрезвычайной ситуации, а желтая выключает свет во всем здании. Ух ты, я хочу такую же. Аманди показалось, что у ее парня Эрика есть от нее секрет. Чтобы узнать, в чем дело, она решила залезть в его ноутбук. Она понятия не имела, какой там пароль, но, к счастью, прямо на его столе лежала записка. Однако пароль был зашифрован. Америка, Антарктида, Дания. Сможете взломать этот код? Точно, пароль Аманда. Кстати, секрет, который скрывал Эрик, касался подарка на ее день рождения. Девушка испортила себе сюрприз. Джек и Джим договорились весь день отвечать «да» на все вопросы. Если один из них не отвечает «да» на вопрос, он автоматически проигрывает и должен отдать 100 долларов своему другу. Джим понял, что есть один вопрос, на который никто не может ответить «да». Что это за вопрос? Никто не может ответить «да» на вопрос «ты спишь?». Джим подождал, пока Джек заснет, и записал видео, на котором Джек отвечает храпом на вопросы Джима. Хитро продумано. Джейсон – продавец-консультант в универмаге. В данный момент в примерочной, которую он обслуживает, находятся три человека. Джессика – девушка в зеленом платье. Шон – мужчина в кожаной куртке и узких джинсах. И Алекс – мужчина, который в данный момент берет джинсы большего размера, который ему принес Джейсон. Один из клиентов – инопланетянин. Джейсон должен выяснить, кто. Это Алекс. Посмотрите внимательно на его ноги. Такие ноги могут быть только у рептилии или инопланетянина. Джулиону нужно было найти очень важный документ, который он потерял. Он просмотрел все бумаги и, наконец, нашел что-то похожее на тот документ, который ему был нужен. Однако через пару секунд он понял, что существуют четыре копии этого документа, выглядящие совершенно одинаково. Или нет? Сможете понять, где настоящий документ? Это тот, что в левом верхнем углу. На нем есть печать и подпись, и написано соглашение. Следующая копия выглядит так же, но в ней допущена орфографическая ошибка. Написано «Солгашение». На остальных копиях нет или печати, или подписи. Мистер и миссис Джонс увлекаются искусством и любят коллекционировать редкие дорогие предметы. Однажды им пришлось уехать в командировку, а когда они вернулись домой, то поняли, что пропало что-то ценное. Они тут же вызвали полицию. Но полицейские были в недоумении, потому что ни одна картина не пропала. Почему тогда мистер и миссис Джонс забеспокоились? Пропала рама. На самом деле она стоила гораздо дороже многих произведений искусства, поскольку была инкрустирована драгоценными камнями. Мэри гуляла в лесу и вдруг увидела очень красивый замок. Был уже поздно, и она подумала, что может попроситься туда на ночь. Но это был замок злого тролля, а он очень не любил незваных гостей. Мэри заперли в темной комнате с двумя стражниками. Однако тролль дал ей шанс вырваться на свободу. В комнате есть две двери. Одна ведет на свободу, а другая заперта. Стражники знают, какая дверь освободит Мэри. Один из охранников всегда говорит правду, а другой всегда лжет. И Мэри не знает, кто есть кто. Она может задать только один вопрос, только одному стражнику. Какой вопрос она должна задать? Мэри должна спросить, если я попрошу вашего коллегу указать мне путь к свободе, какая это будет дверь. Охранник в любом случае укажет на запертую дверь. Тот, кто лжет, покажет не ту дверь. А тот, кто не лжет, тоже покажет не ту дверь, поскольку ее выберет тот, кто лжет. Таким образом, Мэри будет знать, какая из дверей заперта, и ей останется только открыть другую. Один мужчина пошел на вечеринку к своему другу и сказал жене, что вернется до восхода солнца. Он побрился и ушел из дома. Он вернулся, как и обещал, до восхода солнца, но у него была длинная густая борода. Как так получилось? Мужчина и его жена живут в месте, где полярные ночи длятся несколько месяцев. Энтони, финансовый директор крупной компании, наконец убедил новых партнеров подписать сверхважное соглашение. Затем он положил этот документ в папку и оставил ее на столе в своем кабинете. Когда он на следующий день пришел на работу, папки уже не было. Энтони собрал всех сотрудников, находившихся в тот момент в офисе, и опросил их. Уборщица сказала, что была занята мытьем пола и не обращала внимания ни на что вокруг. Дизайнер объяснил, что он ни разу не покидал своего рабочего места. Более того, его как творческого человека не интересовали никакие соглашения. Бухгалтер признался, что заходил в кабинет Энтони, чтобы отдать документы на подпись. Но поняв, что внутри никого нет, он тут же ушел. Кто забрал папку с соглашением? Это был дизайнер. Энтони не упоминал, какая папка пропала. Откуда он мог знать, что в пропавшей папке было соглашение. Эрик носит либо только черные, либо только белые носки. Однажды утром он торопился, чтобы подготовиться к важной встрече. Внезапно отключилось электричество. У парня в ящике есть 10 белых и 10 черных носков. Но они все перемешаны. Он не хочет выглядеть глупо на работе в разных носках. Если в комнате совсем темно и Эрик ничего не видит, сколько носков он должен вытащить из ящика, чтобы получить два одинаковых. Трех носков более чем достаточно. В наборе из трех носков у него обязательно будет два носка одного цвета. Джейн сказала своему начальнику, что кто-то забрал документы, которые она подготовила к встрече. Она добавила, что заметила вошедшего человека в элегантном костюме, перчатках и черной маске. У этого человека также было три кольца на пальцах. Босс ей не поверил. Почему? Она сказала, что человек был в перчатках. Тогда как она увидела три кольца на пальцах? Похоже, Джейн просто забыла распечатать документы. Вивиан жила в городе на берегу моря и решила в хороший теплый день отправиться на прогулку. Через несколько часов она поняла, что заблудилась в лесу. Перед ней было три пути. На одном из них были отпечатки лап медведя, на втором – человеческие следы, а третий путь вел вдоль реки. Какой путь должна выбрать Вивиан, чтобы попасть домой? Дорогу вдоль реки. Она живет в прибрежном городе и река, скорее всего, впадает в море. Это самый надежный способ попасть домой. У Бетти есть сестра Эми, Джина – мать Бетти. Между тем, Дэн – отец Джины, а Саманта – мать Дэна. Можете сказать, кем Дэн приходится Эми? Давайте посмотрим. Эми – сестра Бетти, а Бетти – дочь Джины. Следовательно, Эми – еще одна дочь Джины. Мы также знаем, что Дэн – отец Джины. Следовательно, Дэн – дедушка Эми. Бетти собирается на свидание и немного опаздывает. Ее парень, Стэн, уже ждет ее в их любимом кафе. Сможете найти его? Это парень справа. У него на столе стоит небольшая подарочная коробка. После свидания Бетти садится в машину и собирается домой. Машина припаркована в этой точке. Можете определить единственную точку, до которой может добраться Бетти. Если Бетти поедет этим странным путем, она сможет добраться только до пункта 3. Один из самых популярных почтовых сайтов столкнулся с системной ошибкой. В связи с этим пароли некоторых клиентов были изменены. Бетти пишет сообщение представителю компании. Мой пароль изменен, я не могу войти в систему. Компания отвечает. На этот раз ваш пароль иной, в нем 4 буквы, из которых 2 такие же, как в вашем предыдущем пароле. Бетти отвечает. Спасибо, теперь я могу войти в систему. Можете ли вы выяснить старый и новый пароли Бетти? Ее новый пароль иной, а старый изменен. Бетти приходит в свой любимый бассейн и замечает кое-что странное. Вы тоже это видите? Кто-то поменял тени этих парней местами. После тренировки по плаванию Бетти идет в душ. Рядом в душевых кабинках находятся другие люди. Можете определить, кому здесь не место. Человек слева, вероятно, мужчиной должен пользоваться мужской душевой. У него только одна бутылочка шампуня, в то время как дама обычно приносит кучу средств по уходу за кожей. Бетти встречает своего лучшего друга Роба. Он всегда говорит правду. Роб говорит. У меня на уме одно конкретное целое число. Это 1, 2 или 3. Ты можешь задать мне только один вопрос, а я могу ответить только да, нет или не знаю. Какой вопрос ты задашь, чтобы узнать число, о котором я думаю. Вы можете помочь Бетти? Она должна сказать. У меня на уме одно целое число. Это 2 или 3. Число, о котором я думаю, меньше или равно твоему. Таким образом, Роб ответит нет, то число будет 1. Если он ответит да, то число будет 3. А если он ответит не знаю, то число будет 2. Бетти устроилась на работу кассиром в кинотеатр. К билетному киоску подходит группа ее первых покупателей. Четыре матери, две бабушки и четыре дочери. Какое минимальное количество билетов им нужно купить? Всего шесть. У Бетти есть три ключа, которые открывают три разные двери. Сколько попыток ей нужно, чтобы найти ключ для каждой двери? Бетти потребуется шесть попыток. Сначала она должна проверить первый ключ и потратить три попытки на три двери. Затем проверить второй ключ. Две попытки для оставшихся двух дверей. И затем использовать третий ключ, чтобы открыть последнюю дверь. Бетти входит в кафетерий и сразу же замечает вора. А вы можете его заметить. У этой элегантной дамы в кресле к украденной одежде прикреплен пластиковый детектор. Кто-то ограбил кинотеатр. Бетти вызывает полицейских и те арестовывают трех подозреваемых. Офицеры проверяют их паспорта. Сможете определить поддельное удостоверение личности? Фотографии в паспорте должны иметь белый фон. Значит тот, что посередине поддельный. Поздно вечером Бетти идет домой в метель. Она встречает на улице своего соседа, выгуливающего собаку и пугается. Можете догадаться почему? Собака оставляет следы только двух лап. Бетти продолжает прогулку и видит еще одну странную вещь. Сможете ли вы тоже ее заметить? Тут должна быть луна, а не Сатурн. Бетти входит в свой дом и встречает в лифте трех соседей. Один из них оборотень. Сможете угадать кто? Это женщина слева. На ней лунное ожерелье. Бетти засыпает и просыпается на арене. Из динамиков объявляют, что она должна сразиться с одним из трех гибридов. Кого она должна выбрать, чтобы остаться в живых? Белого медведя с головой тигра? Слона с головой волка? Или гибриды с лицом и телом огромного кальмара и ногами человека? Бетти должна выбрать третье существо. Поскольку на его теле есть жабры, оно не сможет дышать и бороться вне воды. После боя Бетти получает приглашение на встречу с главным инвестором этого конкурса – королем Гарольдом. Она входит в большой красивый зал и видит, что перед ней сидят шесть человек. Они одеты в одинаковые костюмы и выглядят очень похоже. Очень трудно определить, кто здесь настоящий король. Но через пару минут Бетти подходит к одному из мужчин, кланяется и говорит. Приятно познакомиться, Ваше Величество. Как она узнала, кто из них настоящий король? Все остальные мужчины внимательно смотрели на короля, подражая его манерам и поступкам. Тем временем настоящий король Гарольд сидел спокойно. Бетти возвращается домой и сталкивается с плохими новостями. Ее кот Пушок пропал. Бетти расспрашивает соседей. Лили отвечает. Извините, я не видела никаких кошек. Я работаю дома. Я весь день работала над своей новой книгой. Ванесса говорит. Я сегодня не видела Пушка. И это здорово, потому что у меня ужасная аллергия на кошек. А Боб говорит. Кажется, я слышал мяуканье кошки на балконе пару часов назад. Сможете угадать, кто украл кота? Никто. Пушок все это время прятался под диваном Бетти. Парень Бетти Стэн живет всего в паре кварталов от ее дома. Бетти звонит ему по фейстайм и приглашает к себе. Но Стэн говорит. Извини, дорогая, я только что вернулся домой и чувствую себя очень больным. Я лучше лягу спать пораньше. Бетти кричит лжец и вешает трубку. Почему? Взгляните на окно Бетти. Уже довольно темно. Стэн живет всего в двух кварталах отсюда. Но за его окном ярко-голубое небо. Значит, он точно не дома. Бетти строит красивый замок из песка, а затем засыпает. Через некоторое время Бетти просыпается и видит, что кто-то разрушил ее замок. Она спрашивает у трех человек, гуляющих неподалеку. Кто это сделал? Келли отвечает. Мне понравился ваш замок, и я сделала пару фотографий для своих соцсетей. Потом я ушла за мороженым. Когда я вернулась, то увидела, что замок полностью разрушен. Оливия говорит. Простите, я плавала далеко от берега. Когда я вернулась на берег, я не заметила никаких замков. А Том заявляет. Простите, леди, я ничего не видел, потому что я слепой. Наверное, ветер разрушил ваш замок. Не надо было делать его высотой в пять этажей. Сможете распознать лжеца. Том лжет. Он сказал, что слеп. Как он тогда смог подробно изучить архитектуру замка? Бетти использует приложение для поиска жилья на время отпуска. Ей нравится три варианта. Роуз приглашает ее остановиться в уютной спальне на четвертом этаже своей роскошной виллы по цене 50 долларов за ночь. Джейн готова разместить одного человека в крошечном гостевом домике в своем саду за 30 долларов. А Тайлер предлагает арендовать свою лодку за 200 долларов за ночь. Рыболовное снаряжение входит в стоимость. Только одно из этих объявлений не фальшивка. Сможете угадать, какое из них? Это вилла трехэтажная. А фотография Тайлера висит на пирсе. Он сбежавший вор. Так что гостевой дом Джейн самый безопасный вариант для Бетти. В детстве Лиза обожала кроликов. Она выросла, стала детективом и завела себе кролика, которого назвала Коричка. Однажды Лизе пришлось уехать в командировку. Она попросила Свету, домработницу, Анну, повара и Алену, свою сестру, присмотреть за зверьком. Однако, когда Лиза вернулась, Коричка пропал. Все три женщины, которых она попросила присмотреть за питомцем, заявили, что не знают, что произошло. Посмотрите на них внимательно. Кто говорит неправду? Это повар Анна. Видите, у нее в кармане ошейник Корички. Что ж, Лиза это тоже заметила. Осознав, что она выдала себя, Анна пустилась в бегство. Лиза бросилась за ней, но не смогла догнать женщину. К счастью, девушка заметила, как Анна забежала в спортзал и тоже помчалась туда. Девушка обыскала все вокруг, но не смогла найти Анну. Но стойте, душевые. Войдя в душевую, Лиза увидела, что там моется три человека. Но немного позже девушка заметила, что один из них только притворялся, что принимает душ. Кто это? Девушка во второй кабинке. Вода в душе льется, но пены нет. Эта девушка не использует ни мылу, ни губку. Однако смотрите, девушкой, принимавшей душ, была не Анна. Тогда где же прячется повар? Вдруг Лиза заметила на полу листок бумаги. Она подняла его, там было написано. Следуй за белым кроликом. Внимательно осмотрите комнату и попытайтесь догадаться, куда должна пойти Лиза. Видите ушки кролика на двери? Наверное, Лизе стоит пойти туда. Но на двери кодовый замок. И рядом с ним головоломка. Лиза начала читать. Код – это трехзначное число. 6, 8, 2. Одна из цифр верная и стоит на своем месте. 6, 3, 5. Одна из цифр верная, но стоит не на своем месте. 2, 0, 6. Две цифры верные, но стоят не на своих местах. 7, 3, 8. Здесь все неверно. 7, 8, 0. Одна цифра верная, но не на своем месте. Поможете Лизе разгадать код? Из четвертого и пятого утверждений ясно, что 0 – это верная цифра, которая стоит не на своем месте. 6 не может быть нужным числом, иначе утверждения 1 и 2 противоречат друг другу. В таком случае, глядя на утверждения 2 и 3, можно сделать вывод, что верные цифры – это 2, 5 и 0. Тогда код – 0, 52. Лиза открыла дверь и увидела длинный коридор. Он вел в большую комнату. Там она увидела мужчину в черном. Он сидел на троноподобном стуле и держал коричку. «Так, так, так, а вот и ты!» – сказал он. «Если хочешь вернуть своего кролика, тебе придется кое-что для меня сделать». У Лизы не было выбора, и она согласилась. «Видишь ли, моя жена Лариса исчезла во время спектакля, на который ходила неделю назад. Тебе надо найти ее». Мужчина изложил Лизе все детали. Девушка опросила подозреваемых. Диана сказала, что ушла домой сразу после представления и не заметила ничего странного. Алина сказала, что видела, как Лариса ушла во время антракта с высоким блондином. А Настя сказала, что разговаривала по телефону с мужем и не видела, куда делась Лариса. Кому что-то известно о местонахождении Ларисы? Алине. Смотрите, во время антракта на ней не было очков. Линз в ее глазах тоже не было. Смотрите, как неуклюже она двигается. Но как же тогда она увидела, что Лариса ушла с мужчиной? Лиза немного надавила на нее, и Алина осозналась. Она подтвердила, что видела, как какая-то женщина утащила Ларису. Девушка боялась сказать правду, так как женщина не выглядела дружелюбной. Алина дала Лизе листок бумаги, который обронила та женщина. Но текст на нем зашифрован. Поможете Лизе разобраться? Тут написано «На пристани». Прибыв на место, Лиза увидела три здания. Она поняла, что у нее нет времени обыскивать их все. Ей нужно выбрать один дом, в котором держат Ларису и поскорее. Сможете помочь Лизе? Внимательно посмотрите на синее здание. Рядом с окном на стене каким-то острым предметом нацарапано слово «Помогите». Обыскав здание, Лиза нашла три ключа. Ей нужно разобраться, который из них подходит к замку. Поспешите. Верно, вот этот. Дверь открыта. В дальнем углу Лиза увидела женщину. Это Лариса. Она помогла женщине встать, и они убежали. Вскоре они увидели три такси. Какую машину им выбрать? На первый нет номерного знака. Это подозрительно. Водитель второго такси – та самая женщина, которая украла Ларису неделю назад. На ней фальшивые усы и кепка. Она притворяется мужчиной. Лиза и Лариса должны выбрать третье такси. Но в тот вечер удача от них отвернулась. Машина сломалась до того, как они добрались до мужа Ларисы. Придется идти пешком. Перед ними три тропинки. Одна ведет на болото. Ядовитые газы витают над поверхностью воды. Вторая дорога устлана ядовитыми растениями. А воздух на третьей тропой кишит раздраженными осами. Какой дорогой пойти Лизе и Ларисе? Второй – растения хотя бы не двигаются. Если женщины будут осторожны, то они ничего не коснутся. Наконец, они прибыли в дом Ларисы. Увидев жену, мужчина в черном обнял ее и обратился к Лизе. «Прости, что я использовал такой метод. Я совсем отчаялся. Не могу сказать почему, но ее исчезновение должно было остаться в тайне. Поэтому я попросил твоей помощи. В знак благодарности я хочу дать тебе кое-что. Но сначала разгадай загадку». Однажды владелец магазина электроники пришел на работу и увидел, что сейф открыт. Денег нигде не было. Он вызвал полицию. Владелец магазина объяснил детективу, что ключ от сейфа был на той же связке, что и ключ от грузовика. Двое сотрудников, Андрей и Рома, использовали грузовик и имели доступ к ключам. Но они всегда их возвращали. Детектив опросил водителей. «Вчера кто-то ограбил вашего босса. Что вам об этом известно?» Андрей сказал, «Я не делал копии ключа. Я даже не знал, какой из них надо копировать». А Рома сказал, «Я работаю здесь уже три месяца и еще никогда не заходил в офис начальника». Детектив сразу понял, кто из них вор. А вы догадаетесь? Деньги украл Андрей. Детектив не упоминал, как преступник открыл сейф. Тогда откуда Андрею, это известно. Лиза дала правильный ответ. Мужчина передал ей коричку и новый смартфон. Но он был защищен паролем. Когда Лиза попыталась его разблокировать, она увидела это. «Напиши все цифры задом наперед». Задача кажется сложной. К счастью, Лиза очень смышленая. Она быстро написала правильный ответ и разблокировала устройство. Итак, какой же был пароль? И, Р, Ф, И, Ц, Е, С, В. Это слова «все цифры», написанные задом наперед. Лиза не могла поверить своим глазам. Она мечтала об этом всю жизнь. Но чтобы получить телефон, ей пришлось отправиться в очень необычное приключение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова